Привет, друзья! Сегодня я расскажу о классном приключенческом фэнтези 2022 года под названием «Страна снов». Войдем в эту дверь, и все изменится. Друзья, а вы знаете, что многие актеры кино начинали как стендап-комики? Например, Джим Керри, Зак Галифианакис и даже Вуди Аллен. Жанр стендап-комедии эволюционирует и изменяется от страны к стране. И я хочу посоветовать вам классное видео о том, как сейчас живется и работает со стендап-комику. На меня лучший друг обижался. И девушка тоже обижалась. Начал намного меньше смеяться в жизни над шутками. Я вообще не верю в таланты, в стендапе уж тем более. Сколько можно заработать, рассказывая шутки в барах? Бывает ли, что за неудачную шутку бьют? Много ли приходится работать комику? Эти кадры из видеоканала «Раскадровка» про стендап-комика. Очень классное видео. Советую. Вообще, команда «Раскадровки» каждую неделю выкладывает видео об изнанке какой-то профессии. Есть видео и про обычные профессии, например, таксист, курьер, ветеринар. А есть и про более экзотические. Клоун, ресторанный критик, кинолог. Контент делают очень качественный. Друзья, посмотрите и подпишитесь. Уверен, вам понравится. 11-летняя Немо живет на острове со своим любящим отцом Питером, который работает смотрителем маяка. Они здороваются с чайками, завтракают, играют на стареньком фортепиано, катаются на лодке, следят за лампой маяка и ужинают на берегу. Каждый вечер отец рассказывает дочке чудесные сказки про Флиппа, своего лучшего друга, который верил в чудесный жемчуг, исполняющий любые желания. Однажды они поплыли за жемчугом в море кошмаров. Но начался шторм. Питер упал в воду и пошел ко дну. А там увидел морское чудище, которое своими черными щупальцами схватило Питера. В этот момент рассказ прервался вызовом. Неподалеку терпят бедствие рыбаки. И отец уходит на помощь. Немо засыпает, но во сне вдруг замерзает и идет искать отца. На улице свирепствует шторм, который смывает девочку в океан. Огромная воронка захватывает ее и крутит в толще воды, пока она отчаянно зовет на помощь. А потом вдруг видит разбитую лодку отца и его, тянущего к ней руки. Девочка в ужасе просыпается и узнает, что этой ночью он погиб в море. Перед смертью он распорядился, чтобы о его дочери заботился его брат Филипп. После символических похорон дядя забирает ее в город. Убитая горем Немо с трудом воспринимает рассказы дяди о своем шикарном жилом комплексе. Он с гордостью показывает ей образцы дверных ручек, которыми успешно торгует его компания, и всячески старается заслужить доверие племянницы. Однажды ночью плюшевый поросенок Немо оживает. У ее кровати вырастают ножки, и она выходит в окно, следует через город, а потом превращается в лодку и везет девочку на ее остров. Войдя на маяк, Немо сталкивается со странным человеком в нелепой шляпе, роющимся в вещах ее отца. Она узнает, что это и есть Филипп, вымышленный персонаж, который был напарником ее отца во всех его сказках на ночь. Филипп ищет карту, которая может привести его к величайшему сокровищу страны снов, жемчужинам, исполняющие любое желание. Но Немо ничего не знает о карте. Поняв, что она не может помочь, Филипп просто выбрасывает ее в окно. Немо просыпается в своей кровати. Вошедший дядя признается, что ему сны не снятся. Утром Филипп и Немо отправляются в школу, где их встречает школьный психолог Ария и ободряет мужчину. Он все сумеет, если завоюет дружбу девочки. Она знакомит Немо с ее одноклассником Джамалом, а тот посвящает ее в школьные правила. Вечером дядя пытается увлечь девочку разными играми, но Немо, сославшись на усталость, уходит в свою комнату. Посреди ночи она вдруг слышит, как свин роется в ее ящичке, а потом поросенок вытаскивает картину, взятую с маяка. Проснувшись, Немо вытаскивает картину и, сняв рамку, обнаруживает сложенную карту, подписанную как имущество Бюро подсознательной деятельности – БПД. Девочка собирает необходимые для путешествия вещи – еду, скучную книгу о дверных ручках, красную нить и теплую одежду. Утром она подделывает расписание в телефоне дяди и вместо уроков уходит в подвальное помещение школы. Там Немо развешивает гамак, укладывается в него и засыпает. И тут же оказывается на маяке. Найдя Флипа, она показывает ему карту и заставляет Флипа взять ее с собой, хотя путь через чужие сны очень опасен. Пара отправляется в мир сновидений, используя карту, которую друзья когда-то украли у агента из БПД, за что она до сих пор преследует Флипа. Флип открывает дверь там, где ее раньше не было и опять предупреждает об опасности. Но Немо готова на все, лишь бы опять увидеть отца. За дверью их встречает шикарный зал. Флип тоже меняет костюм и предлагает заключить договор о том, чтобы не мешать друг другу делать то, что каждый из них желает. Между разговорами они входят в танцевальный зал, где веселятся цветные тени. В это время в сон прибывает агент Грин, идущая по следу Флипа, а он в этот момент показывает Немо следующую дверь за сценой. Но вдруг одна из фигур превращается в роскошную брюнетку, королеву Сальсы. Флип отмечает, что люди во сне совершенно не такие, как наяву, и забыв обо всем, бросается в танец с хозяйкой сна. Немо впадает в отчаяние, и мир вокруг теряет цвета. Перед Флипом появляется агент Грин и наставляет на него парализующее оружие. Но вдруг раздаются крики. В сон проник кошмар. Черные щупальца стремятся захватить Немо, но Флип выхватывает ее и бежит к двери. С большим трудом им удается вырваться в другой сон. Немо признается, что видела уже эти щупальца в ночь гибели отца, и Флип приходит в ужас. Она притащила сюда кошмар, и он будет искать ее, пока не найдет. В этот момент Немо слышит пение и просыпается. Оказывается, в этом подвале Джамал выращивает грибы, и пришел проверить их. Он обещает никому не говорить о секрете девочки. Позже дядя забирает Немо из школы. Он попросил пригнать их с отцом лодку, и они могут покататься. Но Немо просит продать ее. За ужином Филип рассказывает о том, что ее отец был другим, но после смерти ее мамы перебрался на остров. Расстроенная Немо уходит спать. Но даже книга о дверных ручках не помогает заснуть. Дядя предлагает рассказать сказку, и начинает повествование о грузе дверных ручек. Немо засыпает. И оказывается в прошлом сне, где ее ждет Флип. Немо пытается узнать, кто он наяву. Но Флип слишком давно не просыпался, и не помнит себя настоящего. Флип пытается найти следующую дверь, и обнаруживает ее в мусоровозе. Парочка запрыгивает на заднюю площадку машины. Немо в изумлении. Неужели кто-то видит сны о мусоровозе? На что Флип высмеивает канадцев, у которых самый популярный сон – катание на гигантском гусе. Внезапно появляется автомобиль с агентом Грин за рулем и устремляется в погоню за мусоровозом. Флип и Немо балансируют на кузове, уворачиваясь от внезапно вырастающих стен. Наконец им удается забраться в кабину, где они обнаруживают на месте водителя мальчика-японца с прической Элвиса. Грин стреляет, грузовик начинает вертеть на дороге, и в конце концов он летит с высокой дамбы в воду. Паренек просыпается, а Немо и Флип оказываются запертые в тонущем грузовике. Дыра в стекле слишком мала, чтобы вырваться, а впереди извиваются черные щупальца кошмара. Немо бросает в дыру брелок, одно щупальце реагирует и разбивает стекло до конца. Путешественники выплывают в унитазном бачке и до смерти пугают какого-то мужика. Они отплясывают от радости, но появившийся агент Грин стреляет во Флипа и парализует их. Женщина горда собой. 30 лет она гонялась за нарушителем чужих снов. Теперь Флип будет заперт в тюрьме. Люди оказываются в горизонтальном лифте и едут в БПД. А потом женщина выходит, и оказывается, что лифт – это и есть камера. Флип падает духом, потому что думал, что жемчуг поможет ему вспомнить, кто он. На самом деле он хочет проснуться, ведь его все забыли. Вернувшаяся Грин выводит Немо из камеры и проводит по бюро. Она поднимает документы и объясняет девочке, что для нее выделен сон о маяке. Это ее убежище. Кошмары туда не пролезут. А жемчуг – всего лишь миф. Немо просыпается в слезах. Она никогда не увидит папу. Чтобы утешить ее, Филип приносит старые кассеты и включает кадры из их молодости. Немо удивлена. Этот хулиганистый парень – ее папа? Филипп очень любил брата. А тот рассказывал ему сказки о стране снов. И тут Немо осеняет. Он и есть Филипп. Филипп продолжает. Питер встретил ее маму, и они уехали в путешествие, а он замкнулся в себе и с тех пор не помнит сны. Немо понимает – нужно возвращаться в сон. И ободряет Филиппа. Питер не забыл о брате, ведь каждый вечер рассказывал о нем. Утром Немо мчится в школьный подвал. Засыпает, оказывается на маяке и проделывает весь путь, пройденный с Филиппом. В лифте БПД она встречает агента из отдела потерянного детства, который выглядит как малыш. Филипп приходит в восторг при виде нее, а Немо протягивает красную нить и отпирает дверь. А после ведет его через отдел, представляясь агентом из отдела детства. Этот негодяй портит детские сны, но на выходе они сталкиваются с Грин. Пока Филипп отвлекает ее внимание, Немо удается вытащить у агента парализатор и выстрелить в нее. Застывшую женщину выставляют за дверцу и уезжают, ведь лифт может доставить их к нужному месту. И тут Немо признается, что жемчуга на самом деле не существует. Но Филипп не верит. Ее папа сам видел эти жемчужины. Грин отмирает и включает тревогу. Но они уже прибыли к следующей двери в заснеженных горах, между которыми летает канадец на гигантском гусе. Их опять догоняет Грин, и Немо заставляет Филипа прыгать на пролетающего гуся. Они отпускают птицу в лесу и бегут к последней двери, за которой страшная штормовая ночь у Мэйка. И тут Немо признается, что знает, кто он наяву. Филипп в шоке. Он торговец ручками и отказывается возвращаться, потому что вспомнил, как его брат бросил его. В тот же момент Немо просыпается от голоса Арии. Она нашла девочку в подвале и намерена позвонить ее дяде. Немо отказывается объяснять свои поступки и просит дядю отдать ее в приемную семью. Филипп расстроен. Он так старался стать ей другом. Ночью Немо собирает вещи и тайком уходит на причал. Филипп обнаруживает ее пропажу, когда девочка уже оказывается в штормовом море. У самого Мэйка порыв ветра разворачивает мачту и бьет ее по голове. Немо теряет сознание и в следующий момент оказывается в глубине моря кошмаров. А Филипп в это время веселится у входа в бар, но пролетающий мимо летчик рассказывает о негодяе, который бросил девочку в море кошмаров. Тем временем Немо идет по дну моря, находит разбитую лодку отца, через дыру в которой светятся жемчужины. Но девочка не может достать их и опускает в отверстие свина на привязи, не замечая, как сгущаются над ней черные щупальца. Она поднимает свина и получает жемчужину, но подняв голову, видит чудовище, в которое вдруг врезается самолет с сидящим внутри Филиппом. Он выхватывает девочку, самолет летит вверх и вырывается на поверхность высоко в горах. Их приветствует канадец на гуси, но вдруг Немо замечает, что кошмар прицепился к хвосту их самолета. Филипп прибавляет скорости, но уйти от чудовища не удается, самолет падает и оказывается в знакомом здании. Пара ныряет в бачок унитаза и оказывается в кабине мусоровоза, а потом и в танцевальном зале. А наяву полицейская лодка плывет к маяку, пока тело девочки перекатывается на самый край борта. Филипп уже видит вылавливает свина и Филипп плачет над игрушкой. Во сне Филипп подхватывает Немо и несет к двери, но она роняет жемчужину. Филипп возвращается за ней и попадает в лапы кошмара. Он бросает драгоценность Немо и девочка загадывает желание, чтобы Филипп проснулся и вспомнил себя. В тот же момент Филипп просыпается. Филипп тоже как будто приходит в себя и бросается в воду. Тело Немо соскальзывает в глубину, но во сне кошмар пропадает и перед девочкой открывается дверь на маяк. Филипп находит ее тело и поднимает на поверхность. У Немо во сне развивается жемчужина в ладони и тут она видит Грин. Женщина хвалит ее и просит сжать свина. Девочка обнимает игрушку и поросенок выплевывает ей на руку еще одну жемчужину. Немо загадывает желание и маяк преображается. Немо видит отца и бежит к нему. Девочка взахлеб рассказывает о своих приключениях. Они опять играют на фортепиано, шутят и смеются. А наяву Филипп выносит тело девочки на берег и просит о помощи. Ее реанимируют, но безуспешно. Отец во сне напоминает у нее впереди вся жизнь и Немо понимает нужно вернуться. Они прощаются. Девочка приходит в себя к огромной радости Филиппа. Проходит время. Немо выходит из школы и видит как ее преобразившийся дядя флиртует с Арией и женщине это нравится. Пара отправляется кататься на лодке и Немо радуется глядя на сумасбродство дяди, который и есть тот самый Филипп из ее снов. А перед сном он расспрашивает ее о планах на ночь и обещает успеть на прогулку. Несмотря на сказочность сюжета и фэнтезийную картинку фильм довольно серьезно подходит к проблеме принятия смерти а еще интересно показывает как человеческие эмоции прорастают в сны и расшифровываются когда люди сталкиваются со своими чувствами. Субтитры создавал DimaTorzok